Уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать на нашем виртуальном курсе лекций. Меня зовут Пономарев Дмитрий, я являюсь специалистом в области информационной безопасности, безопасной разработки и сертификации. Наша сегодняшняя лекция посвящена особенностям файзинг-тестирования при проведении сертификационных испытаний. В начале лекции посмотрим на ситуацию в мире вокруг нас, а также попытаемся понять, что же явилось предпосылками для создания данного курса. Степень информатизации общества, сложность информационных систем непрерывно возрастает. Возрастают масштабы и сложности киберугроз. Ощущается глубокая нехватка как инженеров, так и менеджеров в области информационной безопасности. Наше государство объявило курс на импортозамещение, а соответственно отечественные регуляторы уделяют все больше и более пристальное внимание развитию методик и практик безопасной разработки. Соответственно, активно развиваются средства и методики безопасной разработки. Актуальные требования методики доверенной разработки задают высокую планку доверенной разработки, на равных конкурируют с мировыми стандартами, а где-то опережают их. Декларируется явный уход от бумажных практик, в сторону практической безопасности. 100% практик, рекомендованных методикой выявления уязвимостей и недекларированных возможностей 2020 года, выполнимы и реально повышают качество разрабатываемого ПО и доверие к ним. Важно отметить, что в настоящий момент регулятор как никогда открыт к позитивной повестке, участию специалистов промышленности и организации в апробации и развитии методик доверенной разработки под эгидой Центра Компетенции в области кибербезопасности в СТЭК и СПРАН. Необходимо отметить, что реальные практики безопасной разработки, внедренные отечественными разработчиками в сотрудничестве с экспертами испытательных лабораторий, с использованием актуальных методик и практик, контролируемые и направляемые регулятором, являются решением проблемы затяжных сертификаций. Несколько слов о ресурсоемкости процесса внедрения безопасной разработки для компании. Для команды разработчиков, состоящей из 5-15 человек, необходимым минимумом является наличие одного-двух выделенных специалистов в области безопасной разработки. Они должны обладать квалификацией как минимум младшего, а лучше среднего разработчика в выбранных языках программирования, должны обладать навыками пентеста, должны иметь горящие глаза и желание понять, как же работает их продукт на самом деле. Необходимо на начальном этапе обеспечить поддержку руководства компании, поскольку на начальном этапе внедрения практик безопасной разработки разработчики скорее всего будут негативно относиться к внедрению данных в практик. Необходимо затратить ресурсы на покупку вычислителя. Стоимость вычислителя колеблется в диапазоне от половины до двух миллионов рублей. Необходимо затратить некоторое количество финансовых средств на приобретение инструментальных средств анализа. Стоимость варьируется в широком диапазоне. Какие-то вопросы можно решать за счет бесплатного программного обеспечения с открытым исходным кодом. Базовый срок внедрения практик безопасной разработки в средней компании составляет от трех до шести месяцев. Полный процесс занимает обычно от двух до трех лет. Уже в среднесрочной перспективе вложение денег в практики безопасной разработки приводит к снижению времени затрачиваем на выпуск новых релизов, снижению количества ошибок в программном коде, снижению нагрузки на группу тестирования и как средство более быстрому получению сертификатов, прохождению сертификационных испытаний. Вложение денег в практики безопасной разработки – это не деньги на ветер, а вложение в собственный бизнес. Рассмотрим поверхность атаки на типовую связку, межсетевой экран и систему обнаружения вторжений. Разумеется, определение поверхности атаки вытекает из модели угроз. В типичной практике сертификации мы не рассматриваем возможность доступа нарушителя непосредственно к платам и микросхемам, расположенным внутри закрытого корпуса. Таким образом, к поверхности атаки относятся все интерфейсы и обрабатывающих программное обеспечение, доступное извне аппаратного устройства. К таким интерфейсам в первую очередь относятся сетевые порты различных шин, USB-порты. К поверхности атаки может относиться интерфейс электронного замка, ключа таблетки, прикладываемого снаружи, а также микрокод, обрабатывающий нажатие управляющих клавиш, расположенных на фронтальной панели устройства. Определение поверхности атаки на объект оценки следует начинать с определения ширины поверхности атаки. На данной схеме представлено схематическое изображение межсетевого экрана и детектора атак, состоящего из двух компонентов. Один из них размещается в Windows-системе, второй в Linux-подсистеме. Данный межсетевой экран написан с использованием двух языков программирования CC++ и JavaScript, использованием различных компиляторов. К поверхности атаки относятся как к модулю пользовательского режима, позволяющие классифицировать трафик или, например, предоставляющие услуги веб-админки, так и модули, относящиеся к уровню ядра. В данном случае это либо драйвера Windows, отвечающие за фильтрацию трафика, либо ядро Linux, отвечающие также за фильтрацию трафика и предоставление внешних интерфейсов. Необходимо отметить, что к поверхности атаки относятся как модули, доступные непосредственно внешнему низкопривилегированному нарушителю, так и модули, доступные внутреннему нарушителю, с правами меньше, чем главный администратор в данной системе, поскольку администратор меньшего уровня может также хотеть повысить свои права до уровня главного администратора. После определения ширины поверхности атаки мы переходим к определению глубины поверхности атаки. Хорошим подспорьем при решении данного вопроса является постановка вопроса следующим образом. Как бы вы ломали анализируемый продукт, в том случае, если бы на кону стояли бы большие деньги или даже ваша жизнь и здоровье? Данный подход позволяет повысить эффективность поиска потенциальных лакун безопасности. Разумеется, при определении поверхности атаки основное внимание мы уделяем модулям, доступным нарушителю непосредственно, но не стоит и забывать про модули, доступные нарушителю транзитивно. На схеме ниже представлено 5 уровней доступности модуля системы нарушителю. Разумеется, нарушителю практически полностью доступен код, обрабатывающий низкоуровневое взаимодействие. Любой трафик, который нарушитель посылает в адрес системы, обрабатывается ее драйверами. Чуть меньшее количество трафика попадает в ядро операционной системы, конкретно под систему NetFilter, которая отвечает за его фильтрацию и сшивку более высокоуровневых протоколов. Еще меньший объем подделанного нарушителем трафика попадает под систему суриката, которая отвечает за обнаружение предоносных паттернов в трафике. Совсем мало трафика, подделанного нарушителем, попадает под систему Postgres, которая отвечает за накопление вердиктов, выдаваемых под системой суриката. Воздействие на Postgres впрямую у нарушителя невозможно, однако нарушитель может так воздействовать на суриката, чтобы заставить ее генерировать такие вердикты, которые нанесут угрозу безопасности Postgres. Однако сложность данной атаки на 1, 2 или даже 3 порядка сложнее, чем атака, собственно, на суриката. В глубине системы находятся служебные модули, такие как Lograt Aid или Дефрагментатор файловой системы FSCK, которые также могут содержать некоторые уязвимости, однако возможность воздействия на них нарушителя практически отсутствует, поскольку никоим образом нарушитель не может впрямую влиять на работу данных модулей. На четвертом уровне находятся служебные модули файловой системы, такие как модуль обмена журналов Lograt Aid или модуль дефрагментации файловой системы FSCK, которые также могут содержать уязвимости, в том числе критические, однако возможность воздействия на них стороннего нарушителя практически отсутствует. Поэтому при типичных сертификациях мы не рассматриваем данные модули как составляющие поверхность атаки. Рассмотрим этапы зрелости в отношении покрытия поверхности атаки файзинг-тестами. Первым базовым для сертификации этапом зрелости является покрытие файзинг-тестами всех функций, таких как функции конструкторы, функции анализаторы данных и функции парсеры, которые доступны непосредственно внешнему нарушителю, либо внутреннему нарушителю, обладающему правами меньшими, чем главный администратор или РУД. Второй этап зрелости разделяется на два подэтапа. Первое – это покрытие файзинг-тестами аналогичных функций, но для модулей, обрабатывающих вердикты от модулей ширины поверхности атаки. Ко второму подэтапу относится покрытие файзинг-тестами функций операторов, взаимодействующих с данными, порожденными в результате работы конструкторов, функций анализаторов и функций парсеров. К третьему, самому сложному этапу зрелости относится полноценное покрытие файзинг-тестами функций и модулей, отвечающих за работу с протоколами, поддерживающими сохранение состояния. В первую очередь к таким протоколам относятся сетевые протоколы, такие как протокол ВПН, протоколы СССР, ТЛС и иные подобные протоколы. В настоящий момент данная задача полностью не решена, под нее нет идеальных законченных средств и методик. Данная задача активно прорабатывается ведущими научными коллективами России и мира. Давайте немного поговорим про идеологию файзинг-тестирования. Файзинг – это компромисс между использованием дорогого, капризного, креативного аналитика, самостоятельного, находящего лакуны в безопасности, в защищенности системы, и дешевого, но линейного, не креативного вычислителя. Важно понимать, что в отличие от модульных тестов, на которых мы проверяем, что система работает так, как это задумывалось, аналитик или файзинг проверяют, нет ли в системе каких-то неявных для нас функций, нет ли каких-то путей выполнения, которых мы не ожидаем. Файзинг держится на трех китах. Это мутации, обеспечивающие изменения подаваемых на вход в систему данных, это учет покрытия и учет пройденных трасс, и это учет критических состояний. Важно понимать, что такие инструменты, как Burp Suite, не являются серьезными файзинг-инструментами при сертификации, насколько это не было значимы уровни доверия, поскольку не обеспечивают инструментацию анализируемого кода, а, соответственно, не обеспечивают учета покрытия. Данные три кита могут расширяться какими-то дополнительными свойствами файзеров, такими как поддержка динамического сильного выполнения, порождение входных данных на основе моделей и грамматик, анализ данных в режиме полносистемной эмуляции и иные дополнительные средства. Важно понимать, что такие инструменты, как файзер в составе комплекта Burp Suite или Radamse, не могут являться полноценными инструментами файзинг-тестирования при сертификации на значимый уровень доверия, поскольку не обеспечивают инструментации тестируемого кода, а, соответственно, файзер не понимает, насколько эффективны мутации, которые он применяет к сэмплам, которые он подойдет на вход тестируемого ПВО. Современный мощный файзер обязан инструментировать код и получать сведения о покрытии. Файзер, реализующий три указанных выше свойства, может быть дополнен различными расширениями, такими как подсистема динамического сильного выполнения, опирающаяся на SMT-решатели, возможность выполнения файзинга в эмулированной среде, генераторы и модели порождения данных и иные полезные опции. Основным критерием эффективности процедуры файзинг-тестирования, помимо, собственно, факта нахождения падений тестированного программного обеспечения, является оценка покрытия, достигаемого в ходе файзинг-тестирования. Существуют различные методики и метрики подсчета покрытия, как, в частности, подкрытие по модулям и функциям, покрытие по строкам и ветвям кода, покрытие по строкам и ветвям кода с учетом тернарных операторов и лямб, покрытие по базовым блокам, покрытие по состояниям константа. В методиках проверки программного обеспечения, требуемых про сертификации, указывается необходимость использования покрытия по строкам и ветвям или по базовым блокам. Выбор предоставляется эксперту. Важно отметить, что при проведении сертификационных испытаний необходимо в любом случае предоставлять отчет о покрытии всех тестируемых модулей. На данный момент отсутствует количественное ограничение, однако аналитик должен привыкнуть к мысли о том, что файзинг без оценки покрытия – это не файзинг. Такой файзинг не пройдет процедуру сертификации. Предоставление отчетов по покрытию и совершенствование файзинг-процедур в направлении увеличения данного покрытия является наиболее эффективной стратегией развития файзинг-процедур. Несколько слов о нашем сообществе. Под эгидой Центра компетенции в области кибербезопасности в стек и сп-ран созданы несколько информационных ресурсов в формате телеграм-каналов. К ним относятся общий информационный канал SDL-Inform, чат SDL-Static, посвященный вопросам статического анализа, чат SDL-Dynamic, посвященный вопросам динамического анализа, чат SDL-Community, посвященный вопросам взаимодействия сообщества и разделения типовых активностей. Также существует официальный репозиторий файзера Crusher, расположенный на GitHub. Приглашаем всех желающих принять участие в деятельности нашего сообщества. Можно задавать любые вопросы. Основным правилом является то, что ваши сообщения должны быть основаны на вашем личном опыте пользования средствами и методиками. Публикация рекламных материалов, а также материалов со слов других лиц не допускается. Приглашаем всех принимать активное участие в деятельности наших информационных ресурсов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова